здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мессер мессер очередной выпуск на живой лаборатории мы с вами будем тестировать вот такой вот замечательный небольшой нож американской компании керша который называется керша шаффл диайвай две отвертки вот такой вот небольшой ножичек замок лайнер лог клинок 8 chrome 13 молиден ванадий вогнутые спуски ну в общем все как на шафлах обычно и бывает любопытно на самом деле посмотреть как вот такой вот маленький ножик который придумал именно как нож уже такой для диайвай а не просто игрушка для открывания бутылок и упаковочку разрезать может выдержать наши варварские тесты ну давайте от слов к делу начинаем по причине отсутствия сколько-нибудь значительного места клипса у ножа никуда не переставляется работает вот так сейчас минуту на карман очень в принципе садится есть нюанс он связан с тем что вот начинаешь толкать так часто бывает что упираешься шпеньком сначала в край кармана это нужно контролировать но в принципе не носить этот нож на кармане не снимать с клипса одной рукой никаких проблем нет с точки зрения работы с ним одной рукой в общем правой на левой тоже да потому что здесь опять-таки нет никаких особенных проблем с точки зрения просто конструкции замка единственный опять-таки нюанс что все это очень довольно небольшое поэтому нужно немножко приспосабливаться но в любой даже довольно сложной ситуации даже левой рукой даже немножко неправильно работающий как у меня сейчас вы с ножом вполне спокойно справитесь рез на весу сначала со шнура давайте начнем сушки так мы по крайней мере давлением это отлично я думаю прорезание вперед тут просто место маловато на клинке то есть но давайте попробуем ну да тут в общем но хотя в общем в принципе разрезает но просто не так удобно как ножами где длина клинка большая тут конечно отрезать нужно примерно вот так но вот это он делает прям вообще идеально давайте картон немножко попробуем да ну в общем скажу так режет здорово но тут просто единственный момент что надо конечно понимать что это ну прям очень небольшой клинок ну соответственно есть некоторые нюансы с этой работой но режет действительно хорошо удобно здорово все происходит баллы я бы за это поставил выше но учитывайте что клинок здесь совсем небольшой рез на плоскости вот давайте как раз неподходящую для этого ножа размерность попробуем материала использовать чтобы не знаете но я бы сказал что режет он все равно здорово теперь весь подходящую ну в общем знаете это это хорошо само по себе работает надо просто учитывать некоторую специфику конечно хватов и размерности этого ножа пушка ты да все общем отлично это ник у меня застряла в дерево ушел нож об давайте еще прорезание попробуем гоп да прям вообще здорово да вот тут вот так и надо делать в общем короче говоря за эту работу тоже баллы самые высшие выполняет он ее прекрасно но опять-таки обратите внимание нож очень маленький так давайте построгать попробуем слушайте так вот при строгании опять-таки хочу заметить что два вопроса всегда это клинок и рукоять и и вы знаете я бы сказал клинок здесь вообще идеально это прям ну узнать это прямо на уровне вот хороших версий ножей бак то есть прямо здорово здесь хорошо подвогнутые спуски в общем все себя ведет раму залезает ну опять-таки просто размер до размер конечно играет роль что касается рукояти тоже прям несколько удивлен то что здесь прям хвате получается что клипсы участвуют но что прям сам собой в руку берется вот так и вот вы знаете вот тут прям ну у него эргономика такая не перепутаешь как его взять то есть вот и начинаешь работать то есть прямо в общем здорово это прямо удивительно здорово для такого небольшого ножа но на просто понимаешь конечно ввиду его размер как-то очень много строгательной работы вы им вряд ли сделаете но тем не менее свою функцию вот такого небольшого ножа он идеально выполняет пробивающая работа конечно на вид вряд ли является коньком этого предмета но мы все равно попробуем ну приходит прямо скажем не очень точно туда куда бьешь то есть интуитивно здесь то не совсем понятно связано с вот такой вот общей изогнутой формы ножа в общем не для этого она задумана то что удобно в резе при таких ударах не очень удобно клипса в том хвате который я избрал колотила по пальцу тоже не самый приятный момент поменять ее нельзя но и тут какого-то другого-то хвата собственно под ударную работу ну по сути не выбрать ввиду размеров рукояти то есть ну можно прокалывать вот так если вам именно проткнуть что-то нужно да не пробить ну как бы да вариант она вам тогда мешать так сильно не будет но тем не менее в общем момент такой есть тем не менее пробивающая способность у ножа нормальная клинку от этого тоже все равно и давайте главное на замок теперь посмотрим я вот насколько могу видеть каких-то особых изменений пока не наблюдается да в общем-то люфтов тоже нет работает нормально считаю что тест пройден соскакивание на алюминий ну честно говоря хочу верить что здесь проблем никаких так что у нас тут ох ты а вот это сейчас друзья прям вообще не очень смотрите какая штуковина прям очень неожиданно не знаю удастся ли вот вам показать вот в этой части режущей кромки у нас с вами прямо много появилось таких заминов это прям замены то есть ну это не катастрофа какая-нибудь я думаю что легким там движением скажем так какого-нибудь даже керамического мусат это вполне можно устранить но вот их появление на такой работе как бы говорит о том что ну не очень не очень в этом отношении понимать он даже этим местом в общем-то прорезает ну как бы проблемы вроде бы срезом нет но они прям но они прям очень заметны и то есть это не выход кромки из строя но тем не менее это заметно и и повреждения посмотрим как это оценивать пока давайте займемся проводом но есть минут еще такой под стать ножу небольшой кусочек провода опа давайте и мы займемся так зачистили опа вот надо убрать вот так чтобы он тут не сосредоточился среда точно сюда друг мы тут будем рубить да но это в общем вопрос того что трудно подобраться и трудно не ударить себе по пальцам а тест пройден плохо вот смотрите все таки вот оно и полезло кромка ведет себя прям ну прям не очень то здесь такой прям заметно загнулась она в этом месте ну справиться я попробую но мне кажется это не такое хорошее прохождение теста как обычно бывает ножей керша с этой стали на клинке так на сегодня в виду таких скромных размеров испытуемого я предлагаю несколько формально подойти к такому целевому батонингу потому что ну в принципе пока замок не говорит о том что он на этой работе может выйти из строя а длина крылька у ножа настолько ничтожное что я здесь просто вам не берусь как-то на более крупных палках его тестировать сдавать ему общем сойдемся на том что он эту работу делает он вполне неплохо входит такие по крайней мере минимальные удары по обуху выдерживает ну как то в общем вот так вот все это будет происходить то есть по крайней мере в такой диайвайной части эта работа вполне здесь данном случае выполнима состояние замка выглядит вот так ну вот опять вот этот вот самый щелчок просто на пике клинка есть ну люфта он особенного не вызывает поперечный люфт вот такой вот ну не знаю покажу потом его дальше он так вот минимально появился тоже есть немного ну в общем тем не менее этот тест можем считать пройденным а самое главное будет дальше ввиду таких размеров ножа этот тест тоже получится достаточно протокольным но мы его не можем не попробовать сделать потому что на нем вот такие замки часто выходят из строя тут уже конечно ввиду поведения клинка я бы наверное кто-то в таких работ нож постарался бы обезопасить ну маловат тут и клинок и кромка на нем ведет себя мы уже видели как при нагрузках поэтому я из-за размера ножа сделать эту работу нормально не могу замок мы таким образом нагрузим качество работы понятное дело что она здесь сильно ограничено именно размерностью общей ножа все давайте будем считать что все потому что в данном случае мне наверное иначе больше будет нечего показать так давайте поглядим на кромку не случилось ли чего ну каких-то дополнительных повреждений серьезных я не вижу но конечно старые повылезли все вот смотрите и теперь замок замок стоит вот так вот сразу то есть в принципе он довольно далеко ушел мне кажется что он в какой-то работе просто упирается во встречный лайнер открывание как-то может у меня не получается жарко сегодня и да похоже что нет в общем знаете есть такое ощущение что при открывании часть лайнера чуточку часть пружины я имею ввиду замка заскакивает чуточку запяту клинка и поэтому да но там вроде бы работать но один раз похоже что такое было может быть конечно это у меня там зоопарке но тем не менее вертикального люфта почти нет как и было горизонтальный ну немножко появился подтянуть попробуем подтягивание не получается то есть это вот тот случай который на ножах керша бывает похоже что шайбы начинают ходить внутри то есть ну вот прям и видно что вот при таком обратите внимание что пружины есть ну то есть вот это такая стандартное повреждение но для этого маленького ножа она конечно ощущается низко сильнее чем обычно бывает так дальше у нас по программе гвоздь но я сегодня предлагаю поступить так попилить моего немножечко попробуем обид не будем потому что уже все понятно что будет то есть там понятно что минимальные баллы бесполезно просто даже и пытаться если с проводом вот такая штука получается здесь тоже наверняка меня вот сейчас здесь интересует что получится потому что но вы знаете друзья но я бы это назвал плохим прохождением теста это вот не часто у нас бывает что клинок себя ведет вот так ну видите просто прям мелкие выкрашивания по сути дела по всей длине режущей кромки везде где добрался то есть все так не только заусенцы но и выкрашивание пошли небольшие это достаточно плохое прохождение этого теста так ну коль скоро мы с ножом диайвай имеем дело давайте все таки попробуем как он как отвертка работает не даром же они здесь стоят и мешают мне выполнять все остальные работы которые я делал в тесте здесь одна отвертка philips 1 отвертка с прямым шлицом поэтому philips я тут не выбираю пользуюсь той которая есть но кстати знаете я бы сказал такую штуку вот учитывая что тут не ездит это такое внутреннее у меня сравнение с ножом select fire происходит здесь жестко закрепленный битодержатели вы знаете это на самом деле удобно несмотря на то что перо довольно таки не длинная но мне достаточно усилий особых прилагать не приходится а при этом вот за счет того что стоит все жестко ну в принципе крутить не неудобно скажем так то есть вот закрутил до конца и сейчас выкрути попробую даже немного левой давайте попробую поработать то есть ну знаете короче говоря это неплохо то есть я бы так сказал что ну да это конечно не идеально как было бы с какой-нибудь прям классической отверткой но это вполне рабочий вариант и причем знаете я вот так вот даже и не знаю я бы сказал что возможно видимо из-за того что жестко закреплен битодержатель мне вот эта версия отвертки нравится больше чем на select fire где битодержатель отбрасывается потому что тут все это работает стабильный работает очень хорошо в этом смысле нож вполне себе заслуживает внимание из вам отвертки часто нужны так ну и что теперь самый адский кошмар забивания выбивания давайте в какую-то более жесткую часть древесины попробую забить потому что в мягкую тут он держаться вообще не будет так ну короче говоря скажу что делать это во первых неудобно как на всех ножах с изогнутой рукояткой он еще и теперь у меня спрыгивает на ходу с замка короче говоря ну как бы я тут его не забивал не старался мне кажется что в принципе ту работу которую я имитирую выполнить не может во вторых видите у меня сейчас выскочила бита одна в этом процессе ну это опять же наверно не очень удивительно только вставлять когда не видишь ну крайне неудобно вот ну давайте теперь так на люфты посмотрим то есть поперечный вот прям он есть заметный такой значительный действительно вертикального люфта вот опять-таки как был так и не изменился почти нет так но соскакивание есть скажем так главное что меня тревожит это вот это то есть уже сейчас люфт появился такой что клинок просто вот болтается хотя вот понимаете вот нет такой прям вот как бы вертикального люфта по-прежнему значительного нет горизонтальный ну как бы усугубился да но в принципе я вот так сказал что нож работоспособности не потерял но есть такой вот неприятный момент давайте попробуем его ну хоть что ли на керамическом мусате быстренько дернуть просто поглядим хотя бы как кромка себя поведет я тут выправлять не буду повреждения сильно значительные но как бы как это будет происходить хотя бы оценю так давайте прям так вот по резинкам попробуем сегодня а а а так ну ну знаете кстати я бы сказал что вот в этом смысле на вид как раз справляется достаточно хорошо ну то есть быстро достаточно исчезла прям вот это вот адское состояние кромки резать конечно еще не началось здесь надо работать дальше но как видите уже вот таким по крайней мере продавливанием я уже могу получить достаточно такой чистый рез то есть принципе до 8 chrome 13 молитвен на ладе в этой ситуации ведет себя в общем здесь очень быстро можно на самом деле привести нож в работоспособное состояние да и заточить его идеально можно будет жаль что с пластичностью у кромки вот такие сложности которые мы видели в тест вот теперь давайте наверно к выводам переходить что можно сказать о впечатлениях результат с одной стороны конечно далеко не идеальная с другой стороны в отличие от очень многих ножей этого ценового сегмента shuffle тоже более-менее успешно дошел до конца теста то есть ну вот так еще раз покажу я вот понимаете со своей стороны с одной стороны понимаю что из работы это нож не выводит но то что клинок качается вот так даже просто при трясении для меня это уже конечно не исправимое повреждение и за это надо ставить дополнительный штрафной балл но тем не менее здесь просто более меня конечно удивило поведение режущей кромки потому что вообще в наших тестах достаточно редко но бывает такое что выявляется именно вот такая штука что даже после довольно простой работы там к примеру с деревом кромка начинает как-то мясо крошится это говорит о том что здесь либо слишком неверно выбран угол заточки то есть данном случае он слишком острый для вот этой стали скажем тогда толщина сведения от этого становится меньше и вот начинается вот такая вот дребедень ну либо здесь есть какие-то проблемы с термообработкой что конечно гораздо менее вероятно это уже конечно из увиденного судить вам и если есть какие-то другие идеи почему такое происходит давайте в комментариях об этом пообщаемся в остальном могу сказать что наверное все таки если говорить об этом ноже ну вот как и предмете который имеет определенное назначение то есть действительно выполнить какую-то такую мелкую работу этим ножом да да плюс имеет с собой пару отверточек то в этом смысле он подтверждает свое реноме такого весьма и весьма полезного не тяжелого и удобного инструмента который может оказаться у вас под рукой меня особенно отвертки честно говоря в этом деле порадовали но тем не менее это такое мое мнение по первым горячим следам о том что вы видели на экране судить естественно вам надеюсь что вам это было интересно с вами на канале мистер мистер был заливаха пока